Здравствуйте, ребята! Рада сегодняшней нашей встрече. И с вами снова я, учитель русского языка и литературы Наталья Николаевна Песканова. И хочу вас попросить, и, ребята, если вы меня слышите и видите, поставьте, пожалуйста, плюсик для того, чтобы у нас была обратная связь. Хорошо, спасибо. Сегодня мы с вами продолжаем тему «Бессоюзное сложное предложение». Но вы помните, что вначале, прежде чем перейти к этой теме, нас ждет архоэпическая разминка. Я хочу вам напомнить, что существуют разделы русского языка, такой раздел, как архоэпия, который изучает ударение, лексикология, который изучает лексику русского языка, такой раздел, как синтаксис, который изучает словосочетания и предложения. И как раз с этими разделами мы в этом году с вами и познакомились. И поэтому эти разделы и представлены на наших уроках. То есть у нас идет с вами такое вот блочное изучение русского языка. Всего понемножку и про диалогизмы, и про изношение слова, и значение слова. Итак, ребята, мы с вами переходим к архоэпической разминке, как я вам уже и сказала. Повторим те слова, которые были даны начиная еще с октября месяца. Поработаем с ними, будем работать очень быстро, потому что скорость должна быть уже не маленькая. Итак, вы помните, что я вам называю два варианта слов. Один вариант правильный, второй вариант неправильный. Что необходимо для этого сделать? Необходимо правильно расставить ударение. А для этого, вы помните, вы должны напечатать букву. То ли это А, то ли это О. Если вдруг у нас буквы будут одинаковые в первом слоге, во втором, то есть в правильном варианте и не в правильном варианте, тогда в таком случае вы это слово напечатаете. Но это будет в процессе работы. Итак, давайте с вами посмотрим первое слово. Августовский или августовский. Дайте, пожалуйста, букву. Августовский или августовский. Я буду очень быстро сегодня вести, потому что хотят дойти до орфографии и повторить наконец-то чередование. А у нас это еще не получается. Итак, августовский или августовский. А или О. И так, Самсон и Лев говорят, что нужно ударение поставить на А. И я, ребята, с вами согласна. Августовский. Красивее или красивее? И или Е. Красивее или красивее? И или Е. Красивее, красивее. Правильно вы говорите, что нужно поставить ударение на И. Красивее. Идем дальше. Далее. Вовремя, во время. Вовремя, во время. О или Е. Вовремя. Сделал вовремя или во время. Так, хорошо. Сделал вовремя. Ударение на О. Звонят или звонят. Звонят или звонят. Так, правильно будет. О или Я. Звонят, звонят. Ударение. Ударение. Пойдет на... Какой еще раз? Звонят или звонят. Ударение пойдет на Я. И мы с вами говорили по поводу этих слов, да, что в этих словах должно ударение уйти за Н. И я об этом не один раз вам уже говорила. Дальше. Асимметрия или асимметрия. Е или И. Асимметрия или асимметрия. И я говорила, что это слово проблемное. Асимметрия или асимметрия. Потому что чаще всего и произносят его неправильно. Итак, асимметрия. Асимметрия – это будет правильный вариант. Дальше идем. Созвонимся, созвонимся. Вот вам, пожалуйста, звонят, созвонимся. Вот этот вариант. Созвонимся, созвонимся. Куда упадет ударение? Так, созвонимся. Ударение уйдет за Н, уйдет на И. Хорошо, идем дальше. Гербовый или гербовый? Гербовый или гербовый? Е или О? Гербовый или гербовый? Гербовый или гербовый. Ударение пойдет на Е. Гербовый. Хорошо. Идем дальше. Щавель, щавель. Щавель, щавель. А или Е. Щавель, щавель. Да, в этом слове довольно-таки часто делается ошибка, потому что ударение в нем ставится на Е. Щавель. Щавелевый суп. Щавель. Запоминайте, пожалуйста. Иконопись или иконопись. И или О. Иконопись или иконопись. Иконопись или иконопись. Ударение на первый слог. Иконопись. Иксы или иксы. Проблемная основа, которая встречается вам на математике практически возможно, ну скажем, через день возможно. И чаще всего мы делаем здесь ошибку. Потому что, правильно Алина говорит, ударение нужно поставить на и иксы. Но не иксы, как мы обычно. Частенько это делаем. Иксы. Хорошо. А мы с вами, ребята, движемся дальше. Дальше. Переходим на третий слайд. Цепочка или цепочка? Цепочка или цепочка? Как правильно сказать? Е или О? Цепочка, цепочка. Цепочка, цепочка. Так. Цепочка, цепочка. Так. Цепочка. Правильный вариант. Дальше. Столяр или столяр? Столяр или столяр. И точно так же, как маляр, маляр. Слово, которое стоит через одно на нашем слайде. Маляр, маляр, столяр, столяр. Куда уйдет ударение? Какое будет ударение? Столяр, столяр. Ударение пойдет на? На я. Правильно. Здесь нет вариантов никаких. Молодцы. Я вижу, что эта тема вами, эти слова вами усвоены. Завидно, завидно. Завидно, завидно. Завидно, завидно. Завидно. Это правильный вариант. Ну, маляр я уже не называю. Я вам уже сказала, что это слова, которые необходимо запомнить. Столяр, маляр, шкаляр. Торты или торты. Как правильно сказать? Торты или торты. Мы обычно говорим, частенько мы, по крайней мере, мы не говорим, но мы частенько слышим, что люди говорят торты. Но правильно говорить торты. Дальше идем. Жалюзи или жалюзи. Жалюзи или жалюзи. Здесь вариантов нет. Я вижу, молодцы. Жалюзи. Хорошо. Но мы ни в коем случае не найдем ударение. Тут я говорю, сложность то ли а, то ли и. Жалюзи. Правильно. До нельзя, да нельзя. До нельзя, да нельзя. О или е. До нельзя, да нельзя. Так. До нельзя, да нельзя. Что у нас говорят в чате? Говорят до нельзя, да? Как же будет правильно? До нельзя, либо до нельзя. До нельзя. Это будет правильный вариант. Следующее слово. Сливовый или сливовый. Сливовый или сливовый. И правильный ответ будет, ну вы уже здесь не ошибаетесь в этом слове, это будет слово сливовый. Хорошо. Идем дальше. Ветеринария или ветеринария. Ветеринария или ветеринария. Как сказать правильно? Ветеринария или ветеринария. Ветеринария или ветеринария. И это слово будет отличаться от слова «симметрия», потому что мы с вами говорили, нужно запомнить слово «это нам понадобится», потому что у каждого практически в доме есть животное, которое может заболеть, либо которому нужно прививку вовремя сделать. Поэтому вы запоминаете «ветеринар», «ветеринария», но вы скажете, что, а возможно это слово по варианту, который мы уже рассматривали, сейчас переключу на слово, сейчас скажу, так, асимметрия. Нет, нет, вот запомните, асимметрия, но «ветеринария», вот здесь они будут в корне отличаться ударением. Дальше, и следующее слово «заплесневеть» или «заплесневеть». «Заплесневеть» или «заплесневеть». «Заплесневеть» – это будет правильный вариант. Но здесь вы видите, что ударение и в одном варианте, и в правильном, и в неправильном, скажем, здесь буква «е», на которую может упасть и правильно, и неправильно, это слово нужно было бы пропечатать, но пропечатать мы его не будем. Я вам сразу говорю, что запоминаем. «заплесневеть» – это правильный вариант. Так, а мы с вами, ребята, движемся дальше. Следующее. Аэропорты или аэропорты? Аэропорты или аэропорты? Аэропорты или аэропорты? О или И. Как правильно сказать? Как сказать правильно? Аэропорты или аэропорты? Так, правильно сказать? Аэропорты. Правильно сказать аэропорты. Хорошо. Хорошо. Вероисповедание или вероисповедание? Вероисповедание Е или А? Вероисповедание. Как? Правильно. Вот как раз и об этом слове тоже хочу сказать. Оно такое вот проблемное, проблемное именно с ударением, когда это слово нужно произнести, а ты не помнишь, как же правильно поступить. Запоминайте, заучивайте это слово. Правильно сказать? Вероисповедание. Ведать, исповедать. Вероисповедание. Запомните, пожалуйста. Договоренность, договоренность. Договоренность или договоренность? Договоренность или договоренность? Так, хорошо, здесь нет никаких проблем. Досуг или досуг? Досуг, досуг. Досуг, досуг. Еще, еще. Еще, пожалуйста, поставьте досуг или досуг. Здесь тоже это слово не проблемное. Так, и я вижу правильный вариант. Дальше. Гуся или гуся? Как верно будет. А мы смотримся тоже в чат и работаем с чатом, да? Гуся или гуся? Так, 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 так. Гуся или гуся? А вот здесь появляются проблемы. Так, потому что есть и я, и у. Гуся или гуся? Гусь. Нет того чего? Гуся, но не гуся. Это нужно запомнить. Так, дальше. Монолог, я думаю, что это слово не вызывает у вас никаких вопросов. Монолог. Монолог вы не скажете. Идем далее. Квартал или квартал. А вот в этом слове возникают всегда ошибки. Первый слог или второй слог. Посмотрите, пожалуйста. Первый слог или второй слог. Напишите, пожалуйста, один или два. Так. Квартал. Это будет второй слог. Хорошо. Идем дальше. Километр или километр. Километр или километр. Километр, километр. Я думаю, что здесь проблем тоже не будет. Только один человек пока напечатал буквы. Напечатайте, пожалуйста, еще. Добавьте. Километр или километр. Так это будет правильно. Ну, скажем, этот вариант, который напечатала Алина, он верен. Конечно же, километр. Дальше. Сантиметр или сантиметр. Сантиметр или сантиметр. Вариант, который напечатала Валерия, он верен. Итак, километр, сантиметр. А мы с вами, ребята, движемся дальше. Значит, ребята, вот эти слова, пожалуйста, запоминайте. Мы их каждый раз прорабатываем. И, скажем, в основном идут те слова, которые требуют запоминания, в которых чаще всего вы путаетесь. Ну, за исключением таких слов, как монолог, да, слово досуг. И уже, я думаю, что можно их, скажем, даже из повторения выбрасывать, по сути дела. Ну, все равно конец года, перед тестированием, в любом случае, мы все равно их должны повторить. Так, а мы с вами переходим к фразеологизму. А мы хочу сказать, что фразеологизмы могут быть многозначными. Так как фразеологизм, смотрим, поставить на ноги. Это может быть и вылечить, избавить от болезней, вырастить, воспитать ребенка, и заставить активно действовать, и укрепить экономически, материально. Все это будет поставить на ноги. А мы с вами переходим сейчас к небольшой игре. Определить и толкование фразеологизмом. Здесь есть фразеологизмы, которые мы с вами уже рассматривали на уроках. Здесь есть фразеологизмы, которые попадутся нам первый раз. Давайте с вами сейчас посмотрим. Вначале первый ряд, верхний ряд, он будет по горизонтали. Чесать языки, не в своей тарелке, водить за нос. И потом вот так вот рядами будем с вами идти. Итак, давайте с вами сейчас подумаем, что же обозначает фразеологизм «чесать языки». Что же это значит? Что же значит «чесать языки»? Что это значит? Напишите, пожалуйста. Напечатайте. Итак, все время хочется сказать «напишите, как в классе». А вы-то печатаете. Итак, пожалуйста, напечатайте слово. Что это значит? Болтать. Так, «чесать языки» – болтать. То есть, ну а болтовня – это, давайте уточним, она такая вот пустая, просто пустая. Ну, говорить, «чесать языки» просто люди говорят зря, да? Люди пустословят. Можно еще и так сказать. Хорошо. Переходим ко второму. Не в своей тарелке. А вы говорите, что я как-то вот чувствую себя не в своей тарелке. Что это значит? Что значит «чувствовать себя не в своей тарелке»? Как это? Что это значит? Это значит чувствовать себя неуютно, дискомфортно. Хорошо, я, Алина, с тобой вполне согласна. Идем дальше. «Водить за нос». Что это значит? Говорят, что сколько можно мне уже водить за нос. Что это значит? Хорошо, ребята, правильно, хорошо. И Алина, и Валерия, хорошо. Это «обманывать». То есть человек дает какие-то, возможно, пустые обещания, которые он не выполняет. Мы говорим, что сколько можно мне водить за нос, хватит меня обманывать. Хватит давать пустые обещания. Теперь давайте посмотрим строить глазки. Смотрите, такой вот строитель, который выстроил из кирпича глаз. Что это значит? Так, хорошо, Алина. Это значит, что люди кокетничают, что девчонки строят глазки. Да, они кокетничают с парнями. Хорошо. Развешивать уши. Посмотрите, какие уши на прищепках висят. А подслушивать, говорит Самсон. Нет, я не согласна, что это подслушивать. Развешивать уши – это не подслушивать. А что это? Что вы уши развесили? Вы слушали, смотрели, слушали уши, развесили. Вот это слушать, но только как? Как слушать? Вот когда говорят, ну что ты уши развесил, всему этому веришь. Это слушать с доверчивостью. То есть ты слушаешь с доверчивостью, во всё это веришь. Так, хорошо, идём дальше. А вот смотрите, ещё один фразеологизм – клевать носом. Что значит клевать носом? Он говорит, тебе уже пора, не буду слово называть, потому что ты уже клюёшь носом, ты уже засыпаешь, ты уже дремлешь, говорит Алина. Дремать, спать? Я согласна. Дальше. Точить зубы. Что это значит? Взять там точилку и зубы подточить? Или как это всё можно трактовать? Он говорит, точить зубы. Правильно. Это накапливать злобу, накапливать злость на человека, точить зубы, да? Либо говорить, что зуб точить, да? Не обязательно зубы, да? Можно ещё в единственном числе. Можно такое зубы точить, да? Это значит накапливать злобу. Следующее. Прикусить язык. Что это значит? Говорят человеку, прикуси язык, да? Прикуси язык и не надо больше слов. А это говорит о том, что нужно молчать, да, чтобы не сказать ничего лишнего. Ну и фразеологизм, который мы с вами рассматривали, да, он вообще известен всем. Делать из мухи слона. Это значит преувеличивать. Преувеличивать не делать хуже, а преувеличивать. Человек, ну, преувеличивать человек может в разных обстоятельствах, скажем, преувеличивать и в хорошем плане, да, когда он рассказывает что-то смешное, он преувеличивает, гиперболизирует. Либо, скажем, ну, может быть, да, это возможно что-то, ну, скажем, и может связано будет и с плохим, да, и когда человек делает из мухи слона. И такое, к сожалению, может быть. Посмотрите, пожалуйста, на эти фразеологизмы. Вы помните, что фразеологизмы – это устойчивое сочетание слов, которое можно посмотреть во фразеологическом словаре. То есть фразеологический словарь – это, по сути дела, банк, в котором находятся фразеологизмы. И вы помните, что менять слово в фразеологическом обороте нельзя. Он устойчивый, устойчивое, устойчивое сочетание. И я напоминаю вам, что когда мы с вами занимаемся синдексисом, когда мы с вами рассматриваем предложение, подчеркиваем грамматические основы, то мы тоже знаем одно, что фразеологический оборот, подчеркивается как один единый член предложения. Ну, то есть делать из мухи слона, вы говорите, преувеличивать – это будет единый член предложения. Ну, например, он делал из мухи слона. Он подлежащий делал из мухи слона – это будет сказуемо. Мы подчеркиваем двумя чертами единый член предложения. Так, хорошо, ребята, и такое для вас задание. Будьте добры, возьмите, пожалуйста, любой фразеологизм и введите его в предложение. А я знаю, что, скажем, это задание всегда проходит на ура, оно всегда смешло и весело, потому что, когда почитаешь то, что вы пишете, это всегда весело, это всегда позитивно. Итак, посмотрите, пожалуйста, на фразеологизма, выберите любой и составьте предложение. Или печатайте его. Мой друг никак не мог прикусить язык. Да, и за это, наверное, он получал. Так. На уроках дети постоянно чешут языки. Но и такое бывает, что на уроках чешут языки. Почему? Поговорить ни о чем между собой дорогого стоит. Как же, особенно если еще за последней паркой сидишь. Все мы через это проходили. С учителем-то чесать язык не будешь? С учителем на конкретный разговор вести, да, по конкретной теме. Тут уже язык точно не почешешь. А вот с другом почему не почесать? Еще? Не вижу парней. Девчонки написали, а парней не вижу. И Алина, и Валерия. Молодцы, девчонки, очень быстро. А парни? Парни, вы где? Ну, хорошо ли, можно и таким образом. Так, прекратите чесать языки. Можно сказать так, утвердительно. Учитель может на уроке сказать, так, дети, друзья мои, прекращаем чесать языки, либо прекратите чесать языки. Так. Ну, Милана, что значит парней нет, видимо? Парни есть, но им просто сказать нечего практически с тобой, с тобой частично согласны. Парни есть, но они притаились. Но я знаю, что в другом задании они все равно появятся. Хорошо. А мы с вами, ребята, движемся дальше. Давайте с вами вспомним, что такое БСП – бессоюзное сложное предложение. Вот такая у него будет аббревиатура – БСП. Бессоюзное сложное предложение. Почему оно прежде всего сложное? Ну, можете ответить, почему оно сложное, бессоюзное. Что значит сложное? Сколько у него будет грамматических основ? Можно сказать, что у бессоюзного сложного предложения одна грамматическая основа? Да или нет? Если была бы одна грамматическая основа, тогда бы оно было не сложным. Оно было бы простым предложением, да? А у нас бессоюзное сложное предложение. Поэтому мы говорим о том, что в нашем предложении будет две и более грамматических основ. То есть предложение не простое, а предложение сложное. А что значит бессоюзное? Мы говорим о том, что части будут соединяться по смыслу с помощью интонации, но без всяких союзов. То есть поэтому оно называется бессоюзное. В русском языке чаще всего в терминах как раз и скрывается ответ. Еще раз посмотрите. Бессоюзное. Это значит бессоюзов. Соединяются простые части бессоюзов. Я повторю теоретическую информацию на прошлом уроке, которая давалась и плюс. Сегодня еще дам рассуждение, покажу как рассуждать, когда вы работаете с бессоюзными сложными предложениями. Итак, посмотрите. Не сули журавля в небе, дай синицу в руки. То есть у вас две грамматические основы. Между ними стоит тире. Девочка плачет. Потеряла мячик. Да? Так, то же самое. Девочка плачет, потому что она потеряла мячик. Дождь закончился, туча отошла к лесу. Дождь закончился, туча отошла. И так далее. То есть мы с вами работаем с сложными предложениями, с предложениями, в которых и несколько грамматических основ. И в предложении мы только связываем вот эти вот простые части с помощью интонации. А на письме мы будем связывать эти предложения с помощью запятой, точки запятой, двоеточие и тире. И я напоминаю вам, что для того, чтобы поставить запятую и точку запятой, нужно знать определенные правила. Давайте с вами рассмотрим правило первое. Между частями бессоюзного сложного предложения ставится запятая. Если в нем просто перечисляются какие-то факты. В этом случае после запятой легко можно вставить союз. Что это значит? То есть, скажем, факты, которые друг за другом движутся, они перечисляются просто. Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по походному. Смеркалось, я велел нагреть чайник. То есть одно действие сменяет второе действие. И здесь мы поставим запятую. На прошлом уроке мы с вами говорили, что в предложении может быть еще и точка с запятой. Почему точка с запятой? Я напоминаю вам, что точка с запятой ставится лишь тогда, когда одна из частей, а может быть и две части, и три части, они в середине уже осложнены. Осложнены чем? Почему они могут быть осложнены? Ну, могут быть, скажем, в середине однородные чайные предложения. Могут быть депричастные обороты. Могут быть причастные обороты. И для того, чтобы понять, чтобы не запутаться, мы поставим точку с запятой. Посмотрите. Голова его болела. Он стал, был на ноги, повернулся в своей коморке и упал опять на диван. Он встал на ноги, повернулся и упал. Однородные члены. А голова его болела. Это отдельная часть. Поэтому для того, чтобы это все не спутать в предложении, мы поставим точку с запятой. То есть сделали, поставили вот такие вот знаки при пинамином. Так, идем дальше. Точка с запятой может быть поставлена также и в таком бессоюзном предложении, где части, они совершенно друг от друга не зависят. То есть такое сложное предложение можно было бы разбить на несколько простых предложений. Посмотрите. На нем был надет и компанский мундир. Голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. И вот здесь, где стоит, после мундира стоит точка с запятой, можно было бы просто поставить точку. То есть абсолютно разная информация. Она абсолютно разная. Поэтому в предложении вот эти вот части, первая, вторая, они друг от друга не зависят. Идем далее. Посмотрите, пожалуйста, на предложение. Теплым ветром потянуло, смолк далекий, гул, поле тусклое уснуло, буртовщик уснул. Ветром потянуло, гул, смолк, поле уснуло, буртовщик уснул. Посмотрите. Несколько простых предложений в составе сложного. А вот второе предложение. Ночь была лунная, душная. Белые стены за москварецких домом, вид тяжелых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости. Посмотрите, здесь уже стоит точка запятой между частями. Потому что и в одной части, и в другой стоят однородные члены предложения. А мы с вами движемся дальше. То есть вспоминаем эту теорию, которая была на прошлом занятии. Двоеточие в БСП выполняет свою обычную функцию. Разъяснительно-пояснительно. То есть они и разъясняют, и поясняют предложение. Давайте рассмотрим двоеточие. Двоеточие ставится, когда вторая часть раскрывает содержание первой части. И можно вставить «а именно». Давайте посмотрим. Я увидел занятную картину. Два человека били друг друга шапками. Я увидел занятную картину. А именно, какую картину? Вот здесь на месте двоеточие можно вставить «а именно». И поэтому мы ставим двоеточие. Идем дальше. Во второй части есть дополнение. Союз что? Я знаю. Смотрите, подставляем союз что? Что в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. И здесь мы поставили двоеточие. Двоеточие. Потому что можно вставить союз что? Итак, запоминаем. Для того, чтобы поставить двоеточие, необходимо подставить то ли «а именно», то ли «что». И сейчас еще добавим. Третье. Вторая часть указывает на причину первой части. И можно вставить союз «потому что». Итак, первое, что можно вставить между частями, если мы ставим двоеточие. А именно «что», «потому что». Всю дорогу молчали. Почему молчали? Потому что говорить было не о чем. Вот мы вставили с вами союз «потому что», и получилось предложение. Бессоюзное. Дальше. И четвертое правило. Между предложениями можно поставить слова. И увидел, и услышал. Я взглянул на него и увидел. Глаза его были печальными. Вот оно. Глагол вставляем между... Добавляем к глаголу, который уже у нас есть. Я взглянул, взглянул в глагол есть, и увидел, мы вставляем еще один глагол. То есть, и еще раз повторяю. Давайте с вами сейчас обобщим то, что мы услышали. Итак, для того, чтобы проверить себя, да, какой знак припинания мы будем ставить, мы должны помнить следующее. Для того, чтобы поставить двоеточие, мы можем вставить между... Должно выполняться следующее правило. Между первой и второй частью, между первым и вторым предложением в составе сложного, мы можем вставить слово «а именно». Мы можем вставить «что». Мы можем вставить «потому что». Либо глаголы «и увидел, и услышал». Вот это необходимо помнить. Давайте с вами попробуем объяснить постановку двоеточия. Павел чувствует, чьи-то пальцы дотрагиваются до его плеча. Давайте с вами попробуем вставить сюда союз. Вы же видите, здесь три двоеточия. В каждом предложении стоит двоеточие. Давайте с вами сейчас попробуем, что сюда можно вставить. Павел чувствует... Какой союз вставим? Напечатайте, пожалуйста, этот союз. Итак, повторяю. У нас может быть вставлено «а именно» что он «потому что» «либо и увидел, и услышал». Павел чувствует... Можем ли мы сказать «павел чувствует», а именно «чьи-то пальцы дотрагиваются до его плеча». Мы говорим «нет, конечно». Дальше. Можем ли мы сказать «павел чувствует, потому что пальцы дотрагиваются до его плеча». «Нет, не можем». Павел чувствует и увидел, чьи-то пальцы дотрагиваются до его плеча. Тоже не можем. Вот такое должно быть у вас рассуждение. Павел чувствует, что чьи-то пальцы дотрагиваются до его плеча. Вот этот союз «что», который мы можем сюда вставить. А это говорит о том, что мы ставим двоеточие. Ребята, вот таким образом будем размышлять. И вот сейчас следующие слайды, как раз это правило, а мы попробуем с этим правилом поработать, поразмышлять. Я вам нашла в интернете, скажем, такие вот интересные рассуждения, где более подробно и более ясно вы это, скажем, увидите. И я думаю, что будете применять. Я выглянул из кибитки. Все было. Мрак и вихрь. Что сюда будем вставлять? Я выглянул из кибитки. Все было. Мрак и вихрь. Что мы сюда вставим? Если у нас двоеточие, значит, повторяю. Значит, мы можем вставить. А именно, что, потому что, либо и увидел, и услышал. Так, ребятки, ну что замолчали? Не бойтесь, пожалуйста, ошибаться. Не бойтесь. Давайте, давайте. Я выглянул из кибитки и услышал. И увидел. Все было. Мрак и вихрь. Мрак. Все было в темноте. Вихрь такой был. Все это человек увидел. И все это... Это слова из Лермонтова. Из Михаила Юрьевича Лермонтова. То есть каждое предложение я беру из литературы. Так, правильно, хорошо. Хорошо, Алина. Я с тобой согласна. Но мальчиков снова почему-то я не вижу. Почему-то мальчики не работают. Только лишь слушаем. Что ж мы мальчики сегодня такие ленивые у нас, а? Так, идем дальше. Было жарко, топилась печь. Давайте посмотрим, что мы сюда можем вставить. Что сюда можно вставить? Было жарко, топилась печь. И мы можем вставить между простыми в составе сложного. Так, потому что... Было жарко. Значит, еще раз повторю. Что будем вставлять? Почему двоеточие? Мы можем вставить, а именно, что, потому что и... Либо слова и увидел, и услышал. Правильно говоришь, Алина. Потому что... Было жарко, потому что топилась печь. Вот вам, пожалуйста, во втором предложении мы раскрываем. А почему? Отвечаем на этот вопрос. Почему? Потому что топилась печь. Итак, еще раз. Я, конечно, понимаю, что сложно вам в этих правилах разобраться. Разобраться и в двоеточии, и в постановке тире. Но все равно мы будем двигаться дальше и по чуть-чуть, по чуть-чуть после это разбирать. Итак, еще раз напоминаю. Для того, чтобы... Я назад пролистаю слайд. Для того, чтобы поставить двоеточие, мы должны понимать, что мы будем вставлять. Посмотрите, вторая часть раскрывает содержание первой части. Вставляем, а именно. Дальше. Во вторая часть есть дополнение. Союз что? Дальше. Следующее. Идет союз потому что в третьем. И в четвертом слова и увидел, и услышал. Вот это нужно из этих правил запомнить. Если вы запомните, а именно, что потому что и увидел, и услышал, вы будете правильно ставить двоеточие. Идем дальше. А вот куда посложнее уже будет стире. Ну, давайте с вами посмотрим. Тире в бессоюзном сложном предложении. Значит, что, когда мы будем ставить тире? Когда будет быстрая смена событий между первой и второй частью. То есть в первой части одно, во второй другое. То есть быстрая смена. Сыр выпал. Вы представили ворону, да? С ним была плутовка такова. То есть быстрая смена событий. Вначале сыр был у вороны, которая сидела, да, на дереве. Дальше плутовка рассказывала и, скажем, вела такие замечательные слова, да, льстила. И тут только сыр выпал, и плутовка сразу же, плутовка лисица убежала. Вот вам, пожалуйста, быстрая смена событий. Дальше. Первая и вторая части резко противопоставляются. То есть противопоставление. А вы помните, что противопоставление – это может быть союз, а, да? Либо, возможно, но. Косили версту, выкосили грош. Косили версту, а выкосили грош. То есть траву покосили, да? А что выкосили? А выкосили деньги. Так, идем дальше. Противопоставление. Итак, быстрая смена событий. Противопоставление. И вторая часть является выводом из первой. Денег у него много. Как и не занять, да? То есть это вывод. Это вывод. Давайте с вами посмотрим, пройдем дальше. Мало у нас уже времени. Остается 7 минут. Вторая часть указывает на условие или причину совершения действия. Смотрите. Любишь кататься – люби и саночки вози. Что сюда можно подставить? Можно сюда подставить. Если любишь кататься – люби и саночки вози. Подставить – союз ездит. Если любишь кататься – что люби и саночки вози. То есть причина. У вас выходит причина. Идем дальше. Уже 7, пора вставать. Если уже 7, то пора уже вставать. Понятное дело. Дальше. Вторая часть указывает на время совершения первой части. Пашню пашут, руками не машут. Мы можем подставить союз «когда». Когда пашню пашут, мы говорим, что то руками не машут. И здесь мы ставим тире. То есть у нас время совершения. Время совершения, условия, причина. Дальше. И шестое правило. Одна часть содержит сравнение с другой. Молвит слово, соловей поёт. Молвит слово. Прошу прощения. Словно соловей поёт. Вот здесь смотрите. Одно сравнивается с другим. И вы помните, что в сравнении обычно участвует союз. И вот здесь этого. Этого союза как раз у нас и нет. Он пропал. А на месте этого союза мы ставим тире. То есть это происходит в сравнении. Одной части и второй. Давайте с вами ещё раз посмотрим. Давайте вернёмся на предыдущий слайд. И посмотрим. Первое. Быстрая смена событий. Дальше. Второе. Противопоставление. Дальше. Вторая часть. Вывод. Является выводом из первой части. Дальше. Четвёртое. Условие или причина. Пятое. Время. Шестое. Сравнение. Одна часть содержит сравнение с другой частью. Да, это сложно. Ничего не могу сказать. Но теперь давайте посмотрим. Порассуждаем. Порассуждаем. Итак. Вот вам, пожалуйста, двоеточие. Вот вам, пожалуйста, двоеточие. Первое правило. Содержание первой части раскрывается второй. То, о чём мы говорили. Как проверить? Можно легко вместо двоеточия поставить, а именно, то, о чём мы с вами говорили уже. Пример. Бабушка всегда старалась плотно накормить внука. Вы говорите, а как накормить? А именно, как? А она готовила суп, второе и варила кисель. Вот вам, пожалуйста, как вы это правило прокручиваете. Как вы это правило прокручиваете. Первая часть, правило второе. Первая часть бессоюзного сложного предложения должна включать в себя глаголы. Знать, слышать, чувствовать и видеть. Мы это тоже с вами уже рассматривали. Когда можно подставить вот эти вот слова. Когда можно подставить союз что? Когда можно подставить союз потому что? Смотрим правило. Посмотрите, пожалуйста, исключение. Вот здесь написано исключение. В некоторых случаях с глаголами, вот эти вот глаголы, знать, слышать, чувствовать и видеть, может ставиться запятая. Чаще всего это авторская постановка знака. Ну, например, вижу, слетелись птицы на корм, небо помрачнело. Вот здесь необходимо было бы поставить двоеточие. А что вижу, что конкретно, что слетелись птицы, но здесь стоит запятая. Это еще раз говорю, чаще всего, что это авторская постановка знака. То есть вы пишете диктант, скажем, ну пусть, где вы его можете написать, можете в рамках школы, но учитель сразу же скажет, что здесь будет авторский знак. Где его можно, ну скажем, на факультетах, где проверяют эти знания. Возможно, филологический факультет, либо еще где-то, не знаю, точно не могу сказать, какой-то дистанционный у вас может быть какой-то диктант. И вам говорят, что вот здесь вы должны поставить запятую. А вы говорите, нет, здесь по правилу должно быть двоеточие. И вы говорите, что мы понимаем, что это авторская постановка знака. То есть таким образом можно доказать, что правила вы знаете. Ну, вы знаете, авторскими знаками нас ловили обычно на этиологическом факультете. Когда я училась, почему я как раз об этом и говорю. Что это значит? Это значит, что когда мы пришли учиться, только в институт поступили, нам, естественно, дали диктант. И мы его так плохо написали. А почему плохо написали? Потом нам уже впоследствии, когда мы закончили пятилетнее образование, нам сказали, нам рассказали, что да, существуют авторские знаки, но их-то проговаривать нужно. Ну, а нас вот таким вот образом учили. Ну, скажем, мы теперь знаем и правила, и исключения из этих правил. И вы точно так же их будете знать. Дальше. Посмотрите правило третье. Во второй части узнаем причину того, о чем говорилось в первой части. Между частями предложения можно ставить союз так, как или потому, что машина остановилась. Почему? Потому что загорелся красный свет. То есть вот вы, пожалуйста, эти правила применяете при рассуждении. Правило четвертое. Вторая часть в БСП – это прямой вопрос. Вот сюда, пожалуйста, обратите внимание. Когда вы пишете сочинение, чтобы вы не ставили кавычки. Смотрите. Петя каждый раз спрашивал себя, почему я все время забываю правила. Это прямой вопрос. Почему я все время забываю правила. Вот эту конструкцию все пишут по-разному. Кто-то ставит двоеточие, потом открывает кавычки и пишет через прямую речь. Петя каждый раз спрашивал себя, в кавычки открываем, с большой буквы. Знайте, пожалуйста, что это прямой вопрос. Это вторая часть БСП. Бессоюзно сложным предложением является прямым вопросом. И вот здесь необходимо поставить двоеточие с маленькой буквы, записать этот вопрос. Все. На сегодня у меня все. Вы просмотрите рассуждение, как рассуждается при постановке тире. Это еще раз говорит о том, что вы прокрутите эти правила, которые мы с вами рассматривали. Вы посмотрите на примеры. Какие примеры есть. Будете это правило применять. Все, по сути дела, все правила я вам рассказала. Исключение показала с авторскими знаками. С прямым вопросом, как работать, тоже показала. Ну, естественно, конечно, это нужно выучить. Самое сложное здесь не двоеточие. Самое сложное здесь, это, естественно, в этих предложениях, это тире. Вот вам, пожалуйста, эти правила выведены. Здесь необходимо расставить знаки припинания и пояснить их. И вы себя можете проверить сразу же, как и почему, какие знаки вы должны поставить. Просмотрите до конца эту презентацию. Допишите образуя бессоюзное сложное предложение. Но мы на следующий урок посмотрим, как получится у нас или не получится. Но хочу сказать, что если бы вы были немножечко поактивнее сегодня, я имею в виду парни наши, то я бы думаю, чтобы мы дошли до этого задания. И не пришлось бы вам самостоятельно рассматривать эту презентацию дома. Здесь задание есть, перестройте предложение бессоюзное. То есть вы себя можете проверить, продолжить предложение. И я вам еще сюда добавляю все время про описание корней чередования. Потому что они очень часто попадаются и в сочинениях, и в изложениях, и в диктантах. То есть вот эти все чередования, их нужно знать. Пожалуйста, орфография вам. Кто еще не сделал, кто еще, скажем, себя не проверил, пожалуйста, можете проверить себя, поработать именно с этими словами. Ну, что хочу сказать, мои дорогие, что урок наш сегодняшний уже закончился. Он не безразмерный, к сожалению. И я хочу сказать, что мы подходим к завершению обучения русского языка в этом году. Мне очень нравится с вами общаться, мне очень нравится с вами работать, когда вы активны, но не пассивны. Так, и хочу сказать, что кроме того, что нужно знать хорошо правила русского языка, нужно уметь работать с лексикой русского языка. Ну, на этом пока все. Всего вам доброго, всего вам хорошего. Я прощаюсь с вами, встретимся через две недели. Всего доброго, хорошего настроения, хорошего дня.